Эй, рождённый в СССР! Эй, рождённый в СССР! Сегодня я обещаю вам волшебный вечер, который перенесёт вас из заснеженной Москвы на тёплый берег Чёрного моря. Лёгкую, задорную, бесшабашную музыку в исполнении великолепных профессионалов, которая согреет вас подобно южному солнцу. Одесский колорит в сочетании с цыганскими и балканскими мотивами в исполнении этого ансамбля оживают и покоряют сердца всех слушателей, как мне кажется. Эти уникальные музыканты способны превратить любое скучное мероприятие в настоящий праздник. Итак, в гостях у программы, рождённой в СССР сегодня, оркестр под управлением Льва Сандюка, Клез Мастерс. Клез Мастерс Клез Мастерс А я живу в озвученной квартире, есть у нас рояль с их запомб, громко говоритель А4, и за каждой сеткой патефон. Клез Мастерс Чуть я только в девушку влюбился, само треша на уши в другим кошмар. Клез Мастерс Клез Мастерс Так вот весело, лихо завели мы патефончик в начале нашей программы сегодня, благодаря Льву и благодаря его музыкантам, а благодаря Алине. Это вот как раз не тот случай, когда в девушку влюбился, смотришь, а она уже потом уже с другим. Это не про Алина. Правда, Льва? Это, мне кажется, вот такой гарант постоянности, постоянства появился в вашем коллективе. Да, в коллективе, да. В коллективе, конечно, в коллективе. Мы говорим сейчас не про личную жизнь у каждого из музыкантов, хотя, быть может, и этого коснемся тоже. Как настроение? Отлично. Нормально, ностальгически хотя бы. Будем вспоминать сегодня. Я, вы слышали, да, обещал зрителям зажечь сегодня в студии программу таким образом, что придется растопить все холодные квартиры, которые, допустим, в Тюмени или где-нибудь находятся, и где-нибудь люди замерзают. Сегодня теплом своим будем согревать. Что-что? Там опять холодные квартиры. Ну, я так допускаю, что могут быть на севере гораздо холоднее квартиры, чем вот у меня, например, я живу в ближайшем Подмосковье, тоже иногда не прогревается нормально. Не хотел вам плакаться в начале эфира? Так получилось. Нет, мы обещаем, что будет сегодня тепло. В течение этого часа будет тепло. Друзья мои, значит, ближе, как батарея просто к телевизору. Придвигайтесь сюда, чтобы согреваться и буквально касаться этого тепла. Еще ближе, да-да-да, уже начались такие сеансы. 617-5197 номер нашего телефона. Клезмастерс у меня сегодня в гостях. Ребята, команда, музыканты не впервые у меня в гостях. Были уже вместе с Псоем-Короленко некоторое время назад. Надеюсь, скучали без нас все это время. Правда, Лев? Да, это было так давно уже, несколько лет назад, на самом деле. И многое поменялось, как вы видите. Да, у нас еще не было здесь. Другой оркестр. У вас, Алина, точно не было здесь. Я бы запомнил это раз и навсегда просто. Поэтому я говорю, чтобы был Псоем-Короленко. Я тоже этот эфир запомнил. Ну, Псоя его тоже очень хорошо знаю. Псоя тоже невозможно забыть. И любим, да? Хорошо. У нас в начале программы наши гости о чем-то спрашивают зрительскую аудиторию. Сдают какой-нибудь ностальгический вопрос из жизни, прошлой. У нас такой интересный вопрос, на самом деле. Они готовились. Мы готовились, да. И мы вспомнили рестораны того времени, когда многие песни, даже из нашего репертура, были запрещены. И мы хотели спросить зрителей, вот какие песни заказывали, после того, как заканчивалась официальная работа музыкантов. Знаете, как говорили, что музыканты, мы говорили, закончили свою работу, но еще не устали. Вот. И начиналось самое интересное. Начинался концерт по заявкам, по сути дела. Да, да, да. И какие песни заказывали, нам хочется услышать. Так, когда обязательная программа была отработана, не запрещенных композиций, которые можно было исполнять и в ресторанах тоже. Хотя в ресторанах все-таки по блажке делали, как мне кажется, да, там звучала самая разная музыка. Но уже под конец, как говоришь, да? Но говорят, что нет. Вот наш самый юный участник, гядя Саша, который 40 лет проработал в оркестре русских народных... Еще это не смешная история, сейчас извините, такая лирическая пауза. Он отработал 40 лет в оркестре русских народных инструментов. И когда спрашивали, говорят, а русские были в оркестре? Говорят, русские были инструменты. Ага, вот как было. Да, да. Ну, с этим оркестром объездил весь мир, и действительно были песни, которые невозможно было сыграть. Была такая организация МОМА, которая отвечала за музыкантов, за репертуарную политику. И действительно были запрещены очень многие песни. Дядя Федя вас называют, да? Дядя Саша. Дядя Саша. Как самого юного. Самого юного, да. А сколько лет самому юному, это же не тайна? Нет. Совсем недавно мы играли на одном мероприятии, в гостинице «Националь», в том зале, в котором я начинал вообще свою работу в 70-м году. А у вас микрофон, вот вы можете выводить вот этот или дать микрофон Алинин? Я просто боюсь, что вас не слышно. Можно я это скажу, да? Да. Буквально прошло больше 40 лет, в 70-м году я начинал свою карьеру в Москве, в Московском объединении музыкальных ансамблей, в ресторане «Националь», в московском зале. Буквально недавно, вот уже прошло столько лет, я опять попадаю в этот зал, благодаря Любею. Так, а что изменилось-то? Ничего не изменилось, я все так же играю. Репертуарная политика-то другая теперь уже, многие вещи. Многое можно играть, да. Можно все играть, все можно играть. Итак, друзья мои, вопрос, надеюсь, понятен. Для тех, кто не понял нас с самого начала, мы его продублируем титрами в нижней части экрана по традиции, для того, чтобы вы видели и вспоминали те композиции, которые после обязательной программы или разрешенной программы заказывали с музыкантом в ресторане. А, может быть, вы что-то заказывали, поделитесь уже личным своим опытом. Владимир из Крыма на прямой связи. Владимир, добрый вечер. Слушаем вас, Владимир. Владимир. Я слышу, что моя. Напрямую смотрю. Владимир, вы говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, да. Я вас ждал несколько месяцев назад, до Симферополя. Вот, мне просто интересно. Ребята, ваша компания действительно, это настоящая, вот, кабацкая вещь. Угу. В чем вопрос? Нет, я не хочу сказать просто. Просто, это ваши варианты именно кабацкие вещи, вот, именно еврейские варианты, кабацкие вещи. Понятно. Владимир попытался определить стиль и направление вашего творчества. Владимир, мне кажется, уже, как бы, выпивает во время песен. Ну, крещение на Суо, поэтому люди некоторые отмечают сегодня этот праздник или пойдут в проживку через какое-то время. Прямо под эти песни идеальное сочетание, действительно. Идеальное сочетание под эти. Еврейские песни, сказали кабацкие песни, да, Клезмастерс? Ну, не знаю, наверное, не только. Хотя, вот, если ингредиенты закинуть в блюдо под названием Клезмастерс, наверное, там очень такой гремучая смесь получится. Да, такой адский замес такой, я думаю, был. Ну, допустим, следующая песня, которую мы исполним, да, это песня из репертуара Леонида Утесова, которая наверняка любит вся наша страна, но кабацкая, она не кабацкая, тут уж судить вам. И, как бы, мне кажется, что она такая общенародная. Мне кажется, слово кабацкое не надо воспринимать как ругательное слово. Кстати, на самом деле мы не воспринимаем. Все нормальные музыканты прошли через ресторанную школу и почувствовали, что это такое. А потом, где человек, на самом деле, может отдохнуть душой? Ну, конечно, в ресторане. В концерт, конечно, он приходит наслаждаться, но если в ресторане он встречается с качественной музыкой, он там и плачет, и смеется, и, наверное, это самый высокий профессионализм, это то, к чему призваны вообще музыканты, заставить человека почувствовать всю гамму чувства и эмоций, которые ему присущи. Ну что, к Черному морю? Да. К Черному морю, да. Слушаем. 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 . Слушаем. 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 Здравствуйте, мое почтение. Надену я черную шляпу, девушка в платье сица, а потом еще старушка не спеша дорогу перешла. Спасибо большое, Ларисочка. Спасибо вам большое за воспоминания. Спасибо за теплоту, с которой вы поддержали наши одесские разговоры здесь. Я тоже нежно люблю Одессу. Виталий из Санкт-Петербурга. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Я вспоминаю свои детские годы, когда ходили в ресторан. В детские годы выходили. Самые популярные были заказы, 7.40. Так, 7.40, конечно. Разрели в бишню в саду, в дяде Ваня. Ване, конечно. Вот, ну и много-много. Спасибо вам большое за воспоминания. Совершенно верно, и вас поддержали сразу же, как вы только начали называть эти композиции, как нынче говорят, принято. Что касается Аркадия Северного, или как тепло его называют, Аркаши Северного, конечно, я думаю, и песни из его репертуара вы тоже поете. Обязательно, да, и сегодня споем. И вообще, это первая песня, которую я услышал, наверное. У нас дома у папы были бобины, вот, и мне там было 2-3 года, и звучали бобины. И действительно звучали там. Вот, спасибо. Здравствуйте, мое почтение, вот, а ну что только не было, как-то по проспекту с Манькой я гулял, что только там не было, вот, черная моль, вот, все вот эти. То есть хулиганских песен тоже было достаточно, как Алина подсказывает. Давайте вспомним Аркадия Северного прямо сейчас, потом вернемся. Годы мчатся, годы мчатся без возврата, Не жалея ни фамилии, ни днем. Пусть осталось жить немного, но однако Мы по жизни все же с улыбкой придет. Жизнь ломала наши души, не жалея и не плача, Оставляя боль утра, Отнимала и свободу, и семью. И Аркадий, и Владимир, и Володя Растеряли в тюрьмах молодость, нам снятся ночью лагеря. Я в прошлом злая память, я в прошлом злые сны. Сокращаемая песня, буду мчатся в исполнение Аркадия Северного, Для того, чтобы продолжить знакомить вас или напомнить вам о его творчестве, Благодаря оркестру Клезмастерс, который у меня в гостях сегодня, в прямом эфире. 617-5197, присоединяйтесь, отвечайте на наш ресторанный вопрос, Вспоминайте те песни, которые можно было уже заказать музыкантам после обязательной программы. Ну что, Аркадий Северный звучит сейчас? Аркадий Северный. Сонечкины Аменины. Так собирайтесь все брюнетки с ебландиной, А яшка рыжий, а будет речь держать, И гадачи Сонечка справляет амнины, И вся Одесса должна за это задать А тут раздался звоночек очень длинный, Двери отворивась, перед нею мэн стоял, Ведь это значит, что у Сони Амнины, И завлекал ей подарочек Прислал Тарейру, дач-дач-дач Чторёй, руки ара Одесса, мама, теперь вернулся Хоп, ца-ца Тарейру, дач-дач-дач Чторёй, руки ара Одесса, мама, теперь вернулся Хоп, ца-ца А ну-ка, Сонечка, сели свои периды, Ложи скорее на скрипучую кровать, Ведь у тебя сегодня огнины, И мой черед тебя достал поцеловать. Дари рука, дач, 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 дари рука, я рад, Одесса, мама, теперь вернуться и оп, ца, ца. Дари рука, дач, 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 дари рука, я рад, Одесса, мама, теперь вернуться и оп, ца, ца. Дари рука, дач, 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 дач. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ох, лихо и задорно после Сонечкиных аменин бы перекурить бы папироску. Ну, к папироску мы сейчас подойдем, да, через какое-то время и на перекур отправимся. А пока Ефим из Кишинева послушаем. Ефим, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Ефим Чкорный. Фима! Видите, как вас приветствуют в студии, Фим. Я, значит, спасибо большое. Мне очень приятно, я начинающий музыкант. Да-да-да. Подождите, подождите, подождите. Надо знать правду. Смотрите, Фима Чорный реально один из самых серьезных еврейских певцов в мире. Вот без... Он едашеговорящий, это, ну, это фантастика. Вот когда-то я надеюсь, что он... А что, Фима, здравствуй. Мы настолько рады, что ты нас смотришь. Мне очень приятно, что мне приписывают свойства, которые мне не предусмотрели. Что, Зайник, что ли? Да. Подождите, Фиме, сказать. Я все-таки... Во-первых, можно я скажу, поскольку я позвонил, вас много, я один. Мне очень приятно вас всех видеть и слышать. Удивительная музыка, замечательно. А в первую очередь я хочу ответить на вопрос, который задал Лёва. Я знаю не понаслышке вот эту музыку тех времен у нас в Кишинёве. Заказывали, поскольку Ома запрещала играть еврейскую музыку, мы ждем от вас очень. Поскольку у вас первая часть это Клэнс, мы очень ждем от вас еврейские песни, если они подзвучат, будет очень здорово. Обязательно. Заказывали в чихаря, заказывали великие песни. И вот как-то так, вот какая-то публика, которая оставалась, она с удовольствием их слушала, потому что в те времена это было почти запрещено. Вот, собственно говоря. И огромное спасибо, что канал «Постальгия», я так как бы хочу добавить, канал «Постальгия», замечательный, я тут коллеги пригласил. И мы приветствуем от имени коллег, вот я с Лизаной Герд, рядом с моей коллегой здесь, мы приветствуем вас и желаем вам больших успехов. Ну вот, я повторяю, что заказывали когда-то великие песни, если вы что-то исполните, мы будем очень рады. Спасибо большое. Конечно, прозвучит и идиш, и другие песни прозвучат сегодня. Очень приятно слышать Фиму. Неожиданно, но приятно, правда, Алина, услышать было этого человека сейчас? Ну очень хочется тогда прямо сейчас спеть для Фимы и для всех людей, которые... Обязательно споем, просто «Два ног из Екатеринбурга» стоит дороже, чем из Кишинева, не знаю. Сергей из Екатеринбурга, Сергей, у вас уже ночь, доброй ночи. Доброй ночи вам. Доброй ночи, слушаю вас. Я бы хотел назвать несколько песен. Ну, я вот, насколько помню, играли и Битлз, Мишель, заказывали и Естеды, и заказывали Северного, «Я ничего не знаю о тебе», «Вернуться к Евадесу», помню я, «Степи Молдаванская» — это песня Вердинского, «Чубчик» особенно была популярна. А то, что такие были песни популярны, как мы с вами «Золотоглазово», «Концетки Бараночки» и «Репертуару Утесову», ну тут говорить нечего. Спасибо вам большое за воспоминания. Да, очень много добавили из того, что не звучало сегодня еще. Ирина из Балакова. Ирина, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. У нас в ресторанах почему-то очень часто исполняли песню «Мясоедовская улица моя». Тоже классика, поддерживаю. А наш бухгалтер очень любил «7,40». Не только бухгалтер, надо сказать. Это вообще бухгалтерская песня, отчасти. Бухгалтерская. Ну и потом, знаете... Железорожная. Ее действительно заказывали уже вне обязательной программы, и, как правило, заказывали практически в каждом ресторане. Ну что, в Торе Фиме, который позвонил нам из Кишинева сейчас, наверное, прозвучат папиросы, да? Да. Послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Можно я возьму на себя смелость И представлю все-таки каждого нашего члена компании Нужно сделать это, АлинаTorzok Давай вместе представим, потому что каждый уникальный Посмотрите, Леонид Морозов Потрясающий гитарист Закончил днесинку, композитор, аранжировщик, играет все, что угодно Ну, наша слава, человек-оркестр Алексей Розов Блестящий скрипач, у него свой проект, тут почти у каждого свои проекты музыкальные Михаил Блинков Ну, редкий кварнет, редкий, честно, редкий Без шуток, как Лёва всегда шутит над ним, понимаешь ли, на концертах Мы говорим, что он племянник, двоюродный племянник Вуди Алина Ну, действительно, что-то есть Ну, внешне, да Я думаю, что если Вуди Алин, если вдруг увидит наш эфир, вот, мне кажется, что Миша должен снимать во всех фильмах своих Ладно, всех нас должны снимать, всех, 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 Лёва Дядя Саша, можно сказать, дядя Саша, файл Про дядю Сашу уже многое сказали На самом деле, 40 лет в оркестре русских народных инструментов И сохранился до сих пор, и попал в тёплые еврейские руки И быстро мы всегда говорим, почему наш коллектив сейчас как-то сложился, потому что у нас же три поколения У нас три поколения реально Мы вот все, можно сказать, дедушка, родители и дети Мало меньше Мало меньше, да, то есть от 30 до 70 Но не до 40 До 40, да И наша мать Тереза Однако к нам на концерт приходят совершенно различные люди Все же говорят, сенс, понимаешь Кто к вам приходит, молодёжь или старики? Все, вот реально, на концертах все, от маленького до большого То есть вы разновозрастные, все очень Виктор Кундин, гитара Прекрасный наш Виктор Кундин И, вот смотрите, Михаил Альтшулер С демонической внешностью Нет, с демонической это ты, ты ошибаешься Нет, ну что-то, я не претендую Я не претендую А Миша как раз с классической еврейской картинной внешностью Я бы сказала, когда мы были во Львове на фестивале На еврейском фестивале, там бегали, кстати, тогда ещё Это было сколько года, уже давно, да Бегали телевизионщики из ОРТ И всё искали еврейскую фактуру Нашли только Мишку Вот она, классическая еврейская фактура, да, получила? Да, за что получал два раза по носу в метро Просто так, кстати Причём ещё уникальность, Миша, в том, что, наверное, он самый младший в коллективе Что-то мне подсказывает Миша? Миша? Да Да, Миша Да, Миша Можно я скажу два слова? Вы самый младший, дядя Саш? Самый младший, вот он Вот он Дядя Саша Дядя Саша самый младший, да, самый юный, да Дядя Саша, нужно тогда к микрофону подойти Конечно, подойдите У меня дочка рисует Я ей сказал, рисует наших музыкантов И вот она стала рисовать Тель Шулера И как вы думаете, что получилось? Получился Сандюк А, хорошо Это морфинг Это морфинг Это морфинг Слушайте, вот как ненавязчиво, как органично Мы подошли к представлению руководителя Лева Сандюка Поскольку Арина ни слова о нем не сказала И, видимо, не хочет говорить ничего Да не надо Понятно На самом деле, Лева Если бы не Лева Ну, у нас бы, наверное, всех вместе здесь у вас не было Мы Левка, на самом деле, очень такой Такой Энерджайзер Знаете, энерджайзер Вот чего Не занимать ему Так это Энергетики И харизмы музыкальные Вот это наш руководитель Лев Сандюк Золотые наши руки Спасибо, Лев Рад видеть тебя очередной раз Спасибо, я тоже Не последний раз Слушаем зрителей Сергей из Санкт-Петербурга ждет давно Сергей, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я тоже люблю песни с телешансон В частности, одесские Шаланды полной кефали И Миссоведовской вот называли Есть у нас в районе Макдаванки Маленькая улица, друзья Старенькие дворники Потом, когда я уезжаю из Одессы Далекие другие города Меняются пилоты и экспрессы Но только не меняется еда Спасибо вам большое За интонацию вам отдельное спасибо Марина из Израиля на прямой связи с нами Марина, добрый вечер Ну-ка Марина, слушаем вас Марина Перезванивайте, кто на прямой связи с нами сейчас Владимир, здравствуйте Слушаем вас Владимир Истамбов, да? Да, да, Истамбов Здравствуйте, слушаем Здравствуйте Я хотел вспомнить магаданцев Которые, наверное, наиболее были известны На Бобинах, во всяком случае И если там прислушаться Вот в одном месте они записывали свой альбом До начала прихода посетителей Там слышны вот этот звон ложек, вилок Раскладываемых, по-видимому, официантами И еще вот попадалась фотография Где они участвовали в смотре Художественной, ну это не художественной Смотрительности, конечно, а смотре Ансамблей среди ресторанов Магадана И вот даже я закончил в ГИК Хотел написать сценарий Как раз как вот какую-нибудь Такую кровавую историю Наподобие Хорошая история может Да, хорошая история могла быть Как их направили в Сочи И чтобы была кровь, любовь Наподобие как генералу песчаных карьеров Потому что истории ресторана Они обычно как-то А во всяком случае Одни из направлений были Вот с кровью, с такой, с любовью С костром, с цыганами Здорово Спасибо вам Ждем звонков Пока прервемся Попозже продолжим с вами общение Я вижу, что звонки поступают Напомню лишь номер телефона Для тех, кто только собирается Нам позвонить 617-5197 Клезмастер Санкт-Керстур У меня сегодня в гостях В прямом эфире Что поем сейчас? Все, что было? Да Все, что было Да, ну это Петр Лещенко Это наша любовь, конечно же Все равно, когда проходят чередой И становится короче жизнь и путь Не пора ли мне с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть Все, что было Все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела Все, что млела Все давным-давно истолела Только ты, моя гитара Прежним звоном хороша Ты напомни мне сегодня о далеком Пережитом, позабытом полусне Ты, милый друг, ни разговором, ни намеком Не держи былого облика во мне Все, что было Все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела Все, что млела Все давным-давно истолела Только ты, моя гитара Прежним звоном хороша Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, но вот совсем еще недавно Стрепенуло сердце пласкою в груди А теперь, как это просто и забавно Мне сказать тебе лишь хочется Уйди Уйди И Все, что было Все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела Все, что влела Все давным-давно истолела Только ты, моя гитара Прежним звоном хороша Давай Ай-да-дай-дай 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 Вся, что пела Вся, что млела Все давным-давно истолела Только ты, моя гитара Прежним злоном хороша Браво! Оркестр Клезмастерс у меня в гостях сегодня Чуть меньше 20 минут мы будем еще с вами, друзья мои Надеюсь, еще не одна композиция прозвучит Не менее зажигательная, кстати, чем прозвучавшая только что Это было признание любви Петру Лещенко в данном случае Хотя мы можем многим сегодня признаваться в любви Я уже говорил, разносторонний, разножанровый коллектив у меня сегодня в гостях Сестер Берри сегодня не вспоминали практически, да? Сейчас вспомни Которым тоже можно признаться в любви неоднократно, да? Вспомним пока видеосюжетом, а потом здесь, в студии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все поют Рожденный в СССР музыканты оркестра Клизмастерс у меня сегодня в гостях в прямом эфире Сестер Берри мы вспомнили не случайно Это будет как подводка к следующей композиции, которая прозвучит сейчас Бомир Бестушейн Я думаю, Михаил будет зажигать сейчас, да? Не только вокально, но и хореографически Как получится Как получится, как пойдет Я хочу сказать, что маленькие пересановки Вот наш скрипач Алексей Розов взял контрабас У нас вообще все играют на всех У нас на всем играют и все поют Все поют Они даже допускают до микрофона Да, да Они танцуют Сегодня мы в клубе не можем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, Алина Здравствуйте, очень приятно Я очень рада, что кто-то из Казани дозвонился Я надеялся, что вы ждете этого звонка Тем более на казанском этапе жизни мы с вами были знакомы Прекрасно Я полагаю, что Казань сыграла в вашей жизни не только работа в театре Но и впервые вы начали петь юридические песни Конечно, но все не расскажешь Да, конечно, он под управлением Леонида Солнца, Великого Скрипача, уже ушедшего Да, да, да Здравия вам удачи, успех, всем благ Спасибо огромное Спасибо большое, я знаю, что по-прежнему мечта у Алины есть Запеть на татарском языке Я когда-то даже пела ноты, мне сложно, честно У меня все-таки украинский, русский, польский, идыш А вот с татарским я пыталась Даже меня учили мои друзья, татары, произношение Я все-таки хочу, чтобы произношение было Ну, конечно, это важно А это слово другое, у меня что-то Попробуем еще раз в Израиле отправиться к Марине Марина, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте Мы эту Марину мы знаем Здравствуйте, здравствуйте Как мы рады вас слышать Здравствуйте, Марина Здравствуйте, я очень-очень-очень рада, ребята, вас видеть Вас слышать И да, да, на самом деле Класс И это большой восторг от того, что вы вместе И вы так красивы, фантастически красивы Спасибо, Бариночка Спасибо большое Спасибо А вопрос у меня, ответ вернее на вопрос, который Лёва задал Так, какой ответ? Ответ может быть разный Потому что в разных ресторанах и в разное время и в разных странах заказывали разные Учитывая, что я родом с Украины То возможно задавали украинские какие-то песни Но у меня есть личная просьба Ну какая, Марина, озвучивайте, времени мало А личная просьба у меня такая Если можно, Рогожскую заставу Ну не планировали, честно вам скажу, глядя на репертуар Рогожскую заставу сегодня исполнять Ну что, кусочек или что? На самом деле, хочу сказать, что звонила же грандиозная идишская певица Марина Якубович Наши друзья все нас смотрят Хорошо, это просто спасибо Очень приятные звонки сегодня Ну что, кусочек из заставы сможем сделать? Да, я думаю, что мы сможем Это уже более поздний период Но мы это поем Удивительно, что мы эту песню всегда поем, когда концерт во дворе происходит И это происходит практически в Зарогожской заставе, в этом районе И на улице это звучит, конечно, просто грандиозно Во дворе, когда все поют Можно я встану тогда? Можно я подойду вот сюда тогда? Иди сюда Опять сменились инструменты, музыканты Можно кусочек, да, да, да Давайте, давайте Тишина в Зарогожской заставе Спят деревья у сонной реки Лишь составы бегут за составами До кого-то скликают утки Отчего все ночи здесь полностью У двоих пропадают двери Ты сама догадайся по голосу Себе струда и гитары Моей Спасибо Спасибо большое Вот так вот лихо можно исполнить любую просьбу На самом деле, если бы сегодня мы сделали концерт по заявкам То это бы тоже было очень интересно Мы бы его никогда не закончили Нам часа бы точно не хватило И сложно представить, что творится у них на репетициях Если так зажигательно проходят концертные номера Впрочем, в прошлый раз на встрече с Клизмастерс Мы говорили о репетициях тоже Фрагмент из нашей той программы прямо сейчас На репетициях рождаются какие-то шедевры просто Да, то есть в концерт потом порой не выходят эти вещи Концерт не всегда выходит Не всегда симпровизируешь так, да? Да, на репетициях какие-то феерии просто Конечно, репетиции надо нам снимать, Паш По большому счету Надо снять маленький клип на наших репетициях То есть надо снимать, оказывается, как клип Репетиция Оркестр Клизмастерс И потом уже показывать вам отдельным номером просто Пора уже снять, Лень Пора Видишь, когда загадывали еще Планы строили таким образом Последний звонок, принимаем очень мало времени Николай из Егоревска Николай, добрый вечер Кто на прямой связи? Беларусь, Сергей, добрый вечер Кто следующий? Владимир, добрый вечер Из Кирова, да? Добрый вечер Добрый вечер Вы знаете что? Это же не совсем ресторанные песни Это воровые песни Ага Я хотел попросить, можно ли исполнить песню Огнедых Спасибо большое Вот, к сожалению, у нас меньше пяти минут остается До конца эфира Я обещаю Клизмастер снова позвать И тогда уже надо точно устраивать концерт по заявкам Наша телезрительница из Ростова-на-Дону Моника Котова адресует вашему оркестру Вот такие поэтические строки Пространство постсоветское Воспоминания детские 7.40 в каждом телеке Акации в цвету В Москве или в Америке В театре или скверике Любой с любого берега Услышит за версту О том, что на балкончике В Москве растут лимончики И песенки одесские Оркестр с душой поет Беспечные, разгульные Умеренно культурные И словно море буйное И плавание, как мед Ох, какая красота Это вам на память от ролика Козы Красота Спасибо вам за сегодняшнюю удивительную встречу Заканчиваем, я так понимаю, мастаночком Да, потому что, конечно Все-таки рожденные в СССР Эта песня Петра Лищенко Достаточно неизвестная А нам она очень нравится Мне кажется, она очень подходит К завершению нашей программы Дело было на заводе У предельного станка Где простую песнь заводит Зол фабричного гудка Под шумящие колеса Песня девки горяча Там любить мне даря лоса Раз веселого ткача Станочек мой Станочек О чем поешь Таких, как мой дружочек Уж не найдешь Станочек, мой станочек О чем поешь Таких, как мой дружочек Уж не найдешь Я работаю над пряжей, а в душе звучит одно. Милый мой, как франт разряжен, ровно восемь ждет кино. День побочий на исходе, раздается заблудка. Это было на заводе упределенного столка. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уж не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уж не найдешь. Я работаю над пряжей, чьей дрожащей рукой разлюбил. Не вспомнил даже, от меня ушел в другой. Что ж, работа при народе, Песнь моя, белья, станка это было О заботе определенного станка. О заботе определенного станка. Оркестр.